Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы на моём рукодельном канале. Сегодня у нас видео не вязальное, не рукодельное. Просто я решила снять такой мини-рум-тур по моей квартире, если можно так сказать. Я в прошлом вязальном влоге говорила, что я переехала в свою квартиру. Всё, я навела порядки. И спасибо всем за пожелания, за поздравления. Очень приятно было. И я спросила, хотели бы вы посмотреть, как я живу, да, мою квартиру. Многие написали, что, конечно, да, хотели бы посмотреть. И я вот сегодня подключаюсь, вся по-домашнему, как я хожу дома. Да, это моё обычное состояние. И давайте посмотрим. Вот это коридор, гардеробная, зеркальные двери. Это, соответственно, вход. В гардеробную уж, конечно, мы не пойдём, но очень хорошее место, так я вам скажу. Квартира у меня маленькая, однокомнатная. И в одной комнате она находится слева от меня. Всего комната 16 квадратов. И на ней у меня разместилось на этих квадратах спальня, гостиная, жабочий кабинет и рукодельная комната. Интересно вам, что у меня там получилось? Давайте посмотрим. Вот так всё это смотрится от входной двери, с коридора. Ну и давайте зайдём. Вот это моя красота. Я, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Всё прекрасно понимаю. Кому-то понравится, кому-то нет. Но я всей душой люблю это место. И я довольна тем, что у меня получилось и что вообще у меня есть. Давайте начнём справа. Я работаю дома. И это мой рабочий стол. Без него мне никуда. Я раньше как-то пробовала работать на кухонном столе, но это очень неудобно. Поэтому здесь я пыталась разместить шкаф, но в итоге я его продала. Кот пошёл работать вместо меня. А то скажет, бездельничает тут ходит. Я всё-таки продала шифонеру, поставила сюда стул. Решила, что гардеробной мне хватит. Вот, кстати, вид коридора. Дальше кресло. Оно у меня было с предыдущей квартиры. Я снимала квартиру абсолютно пустую, без мебели. И всё, что там было, было моё. Много чего продала, ну и много чего забрала. Кресло, на котором я вяжу, либо смотрю телевизор. Рядом находится торшер. Обычно я его включаю вечером, когда ложусь спать. Свет здесь очень яркий, такая вот лампа. И мне его достаточно, в принципе, вечером, когда я просто вяжу. Есть вот такой отличный столик. Его можно пододвинуть либо к кровати сюда, либо развернуть кресло. Он у меня был. Раньше стоял просто возле кресла. А возле кровати, кровать у меня была другая, я продала. У меня стоял маленький прикроватный столик, который мне просто сейчас некуда поставить. Кровать — это моя мечта. Я раньше мечтала о... Я и сейчас мечтаю о даче и на даче в комнате кованая кровать. Ну, мечта с дачей, не знаю, осуществится или нет. Но я решила, почему бы кровать мне не поставить в квартиру, да? Что же ждать дачи? Купила я вот такую кровать. Из-за подушек не видно, конечно, всей красоты. Давайте я, может, и так уберу, потом поставлю. Вот так спинка кровати. Изголовья, да? И из ножья такое же. Наволочки цвета мне не нравятся эти. Ну, пока какие есть. Кто смотрел мой рукодельный эпизод, видели? Я там покупала наволочки в цвет, чтобы было хорошо. И буду делать на них вышивку. Мне кажется, они отлично будут здесь смотреться. Вот из ножья у кровати тоже вот такое. Ну что, пойдемте дальше. Это мой комод. Комод я уже как-то показывала свой, потому что у меня там хранится в нижних двух ящиках. Моя носочная пряжа. Давайте туда сразу заглянем. А, кстати, это картина по номерам, которую я рисовала. Это Бигель-щенок. У меня у детей есть Бигель. Томик, как-то он у меня показывался в кадре в новогоднем, по-моему, в каком-то выпуске, он у меня там сидел, как барин на кресле. Ну и здесь три ящика просто мои вещи. И давайте посмотрим. За пределы двух ящиков носочной пряжи я не выхожу. Я уже об этом говорила. Здесь такая совсем всякая непонятная сборная солянка. Ализе Артисан. Вот это полные моточки четыре. Вот это я вязала носочный календарь. По полмотка осталось. Это Газал Хэппи Фит. Это Газал Уникорн. Я тоже свяжу из него носочки. Это хлопок просто тут лежит. Это сто процентов шерсть я красила сама. Риге для покраски. Это Ангура Голд Симли. Я ее взяла в подмот к носочкам, поэтому она здесь. Вот это все носочный сток. Это остаточки. А здесь у меня спицы, которыми я не пользуюсь. Вот это стоковая носочка. Это тоже все сток. Это остаток Ализе. Этот мне недавно дарили. Носочная пряжа. Это я покупала. Ой, господи, зацепилась. Это в бобинке была носочка. Вот такой вот ящичек один. И давайте заглянем по второй. Это у меня мешочки от наборов Нитпро Майтфул лежат здесь, потому что я иногда в них кладу моточки. Типа проектных мешочков у меня. Ну и давайте здесь посмотрим. Это маленькие моточки региа детские по 25 грамм. Здесь у меня два моточка перформанс, да? Или как правильно, не буду коверкать. Я покупала вот так два моточка, чтобы их скомбинировать. Они по 50 грамм. Дальше здесь у меня Ализе 800 в подмотку носочной пряжи я взяла. Ализе, Форза, Нака, два моточка. Дальше тоже Ализе, Лана Гросса, Малин Вайт, два моточка, Регина и Регия. Очень красивый расцвет, это я покупала сама. Дальше Ализе, Ализе, Ализе и два моточка Кималая Сокс. Вот такой красивущий ящичек. Мне этой носочной пряжи достаточно, покупать я не буду. Как я и говорю, за пределы этих двух ящиков я выходить не буду. Идем дальше. Окно, вид из окна. Очень хотела я купить вот такой напольный горшок, но все, мне некуда было его ставить. Здесь я его купила, пересадила цветок в выходные, этим занималась. Вот такой красавчик. Сижу и любуюсь, да? Он у меня потом встанет на место вот той монстеры. Здесь зеркало, оно вроде как бы лишнее, но я его очень люблю, поэтому расстаться с ним не могу. С обратной стороны у меня там кое-какие вещи, там есть крючки, очень удобно, можно повешать халат там или что-то такое. Вот, пойдемте дальше. Здесь у меня, тут кто-то увидит, конечно же, да, это нельзя не заметить. Здесь у предыдущих хозяев висел телевизор, поэтому дырки, да, такие. Мне здесь телевизор не нужен, я заклеила просто кусочками обоев. Ну, не знаю, другого выхода, пока пусть так. А вот здесь у меня такая вышитая картина, это подарок, Алла, тебе спасибо. Такое денежное дерево здесь, вышивка и бисером, и обычными нитками. А все, он у меня вот тут стоит, телевизор. А сейчас мы вот туда заглянем, вот в эти вот четыре ячейки, да, если так можно сказать. И вот такой вид со стороны окна. А вот здесь у меня что? Давайте посмотрим. Вот эти вот четыре ячейки, это у меня рукодельные такие. А здесь у меня книги по вязанию. Есть пару, наверное, три книги обычных, не по вязанию. Там записные книжечки какие-то стоят. Вот это моточек бобинка 100% хлопка приносили торопышком и завязать. Видимо, у кого-то остался. Но очень тоненький он, и я не могу на него насмелиться. Надо взяться и перемотать просто в несколько ниток. Дальше у меня вот это не так давно мне на 8 марта подарили набор крючков. Это два набора спиц Нитпромайтфул. Мне их достаточно. Я бы, знаете, еще купила набор каких-нибудь кубических спиц, но пока мне не до них укороченные и обычные. Этот органайзер у меня здесь хранятся спицы, крючочки. Это мне дарили. Это такой подарок. И вот этот органайзер я покупала. Здесь тоже у меня хранятся всякие разные спицы. Так, дальше. Прервалась я тут немножко. Давайте посмотрим, что у меня. По-моему, я не успела показать, да, что вот здесь. Здесь у меня пряжа. Это мои проектные мешочки. Немножко пряжи в бобинках. Это подарок. Это тоже подарок. Это я покупала наша троицкая. Вязала на благотворительность детям. И, конечно же, буду вязать еще что-то. И вот эти вот кейки. Это грузинская шерсть. Вот она там внизу еще. Ой, что-то тут у меня этот моточек лежит. Вот это я брала в подмод. Белорусская, по-моему. Так, убираем. Дальше заглянем вот сюда. Здесь у меня игрушки мне дарили. Ой, свалились. Да ладно. Ай, не шутка такая. Пиццаика. Этот сундучок мне дарили как-то на 8 марта. Я его очень люблю. Такая картинка. Я его очень люблю. Он со мной уже сколько с квартиры на квартиру переезжает. И здесь у меня хлопок, не хлопок, полухлопок и акрил для вязания обычных игрушек. Я вяжу их очень редко. Ну, раньше вязала много, но сейчас мне их просто некому вязать. Некуда. Да, уже всех задарила. Поэтому, если мне хочется и кому-то надо, я вяжу. А так обычно нет. Только торопышка. И вот здесь давайте заглянем. Здесь у меня тоже пряжа. Вот такую я покупала на день рождения. Мне дарили денежку. Три матка. А здесь у меня, скажите, для носков. Ой-ой-ой. Моя нога, да, неудобно с кровати снимать. Блокаторы для носков. Вот Ализелана Голд и вот такие одиночные всякие моточки. Вот. Это вся моя пряжа. Не считать, если не считать торопышкину. Это все. Это все мои запасы. Так. Ну, дальше ничего интересного. Здесь у меня рабочие документы. Цветок. Люблю вот такие всякие штучки-ароматизаторы. У меня и в коридоре стоит и здесь. Очень вкусно пахнет. А здесь это у меня авантюрные носочки. Вчера снимала видео. Еще не убрала. Я приготовила пряжу на плед, я говорила. Еще не начинала. Это корзиночка с игрушками. А здесь лежит одна моя прихватка-ягодка. Просто мне ее нужно подарить. Я ее на видное место положила. Здесь вся пряжа торопышком, которую на прошлой неделе в вязальном влоге я вам показывала. Да, мне принесли целую кучу. Здесь и шерсть вот, и хлопок, и сзади там шерсть. В общем, вот такая полка. Здесь у меня разные моточки, остатки от пухонорки. Всякие подмотики, пушистики к носочной пряже. И здесь у меня вяжутся носочки. Вот так вот вид давайте. Мне нравится. Я вот когда сижу, вечером вяжу. И вот так напротив меня. Вот такой вид. Потом уедет монстера вместе вот с этой подставочкой. От меня дети заберут. Вот они у меня сейчас путешествуют немножко. Приедут, заберут. Это их цветок. И на их место встанет вот тот, который возле окна. Ай, все, встаю. Так. Не знаю, рассказывала нет. Вот корзиночка у меня стоит всегда тут. Вот здесь ножницы, сантиметровая лента, маркеры, иголки. В общем, все, что должно быть под рукой. Такое для вязания. Могу туда кинуть спицы и все такое. Вот. Все. Выходим из моей комнаты. От кошачьих приспособлений никуда не деться. У меня кот Тихонов. Вы, наверное, все знаете уже, да? Вот так еще раз покажу мою красоту. Ну и давайте, что, с коридора начнем? Продолжим, вернее. За этой рамкой находится счетчик электрический. Хозяева квартиры оставили мне эту рамку. Не знала, что туда вставить, какую картинку. Искала постеры всякие, либо плакат. Ничего мне не подходит. И я решила вставить сюда просто салфетку. Мне дарили как-то такую салфетку. Я ее вставила. Вообще, в планах мне очень хотелось вот над кроватью повесить панно такое большое из вязаных салфеток. Я сама не умею вязать. Но я, конечно, научусь, если все-таки я захочу. Но я, смотря вот так, понимаю, что она будет лишняя. Будет совсем много всего. От этой идеи я отказалась. Но вот сюда я решила сделать из маленьких салфеток потом какой-то коллаж. Но пока у меня этих салфеток нет. А здесь тоже ароматизатор, как вы заметили. Да, я говорю, что я люблю такие всякие. Ну и вот так вот мой стеллаж. Он тоже переехал со мной из другой квартиры. Вот здесь у меня находится пряжа хлопок для игрушек. И вот эти два короба у меня тоже для рукоделия. Здесь у меня наборы для вышивки. Вот они, эти наволочки, про которые я говорила, да, буду вышивать. Они очень хорошо подойдут в комнате. Ну и там всякие наборы для вышивания. Здесь у меня тоже ткань лежит. В общем, всякое такое. И в гардеробной у меня есть... В гардеробной у меня стоит короб с бумагами. Со скраб-бумагой я иногда... Не показываю себя, да? Не вижу, что снимаю. Короб с бумагами. Со скраб-бумагой я иногда люблю делать открытки, блокноты, что-то такое. И корзина, которую раньше я всегда показывала. Я её тоже буду показывать. Она у меня теперь тоже стоит в гардеробной на полочке, потому что, опять же, ну, не знаю пока куда пристроить. Вот. А здесь у меня Анна-туалет. Всё как обычно, да? Ничего такого. Здесь вот зеркало с подсветкой. Я купила вот такие баночки в цвет. Ну и всё. Ничего такого. Вот моя любовь тоже. Кухня. Я, наверное, когда смотрела квартиру, на неё и запала. Хотя вся квартира сделана в моём цвете, как я люблю, как мне нравится. Голубой, серый, синий. Вот. Я не знаю, может, свет включить. Такая подсветка есть. Нет, мне кажется, лучше выключить, да? Тёмно-синие фасады кухни. Белые стены. Всё очень классно смотрится. Я люблю пить воду комнатной температуры. В кране нету фильтра кранчика, поэтому я всегда делаю вот так. Здесь у меня вот эта баночка была глиняный горшочек, то ли из-под йогурта, то ли из-под творога. В ленте продаются. У меня несколько разных форм таких горшочков есть. И хорошо прям вот под такие баночки. Здесь диванчик. Диванчик был. Стол, стулья тоже были. Как есть. Это картина, которую рисовала я по номерам. Обожаю этот цвет. И тогда я, конечно, не предполагала, что у меня кухня будет в синебелом цвете. И мне кажется, она очень сюда подходит. Вот такая. Стол близко пододвинут к дивану, потому что больше всего времени я одна дома. Когда у меня приходят гости, придут дети, все это отодвинется и спокойно сядем. На балконе у меня еще есть два стула обычных, поэтому с этим все хорошо. Там балкон. Балкон небольшой. Может, туда не пойдем. Вот этот столик, который раньше стоял у меня возле дивана. Ой, возле кровати. Ну и вот там балкончик такой, дорога. Цветочки. Тут вот так вот у меня. Ну и давайте обратную сторону. Это холодильник. Микроволновая печь. Вид в коридор. Ну вот как-то так. Еда коту. Без нее никуда, конечно. Ну вот она такая моя кухня. Часы были. Обожаю эту стену. Обожаю эту кухню. Мне кажется, я столько слов сказала про свою квартиру. Может быть, она кому-то не понравится, да. Но я люблю ее. Я ее люблю. Вот так вот вид. Ну давайте еще раз покажу свою комнату. Мне кажется, я все вам рассказала и показала. Давайте вот так вот теперь что ли, да, попрощаюсь с вами. Мне кажется, все рассказала и показала. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Мне здесь комфортно, уютно, классно и по месторасположению. И так как у меня есть в комнате, возможно, буду менять что-то еще местами. Но пока мне все нравится. Спасибо еще раз всем за поздравления, которые были. Мне очень приятно. Ну и, как всегда, хочу вам пожелать мира, добра и тепла. До новых встреч. Пока-пока.